Народ всем здоров! И сегодня у меня на обзоре испытание самый душманский ну не самый душманский, а один из самых дешевых толщиномеров по совету одного человека с ютуба, тот который может мерить по десятке микрон самые душманские толщиномеры мерят, у него идет шаг 50 микрон у этого шаг 10 микрон от 0 до 2 мм толщина в общем я его покупал для подбора машины и конечно же мне его интересно испытать на своей машине сейчас у меня Volvo 850 она оставляет желать лучшего, но тем не менее надо посмотреть что там как там брал его за 811 рублей 11 ноября, а сегодня у нас уже 20 ноября прикольно, за 9 дней что ли дошел? за 9 дней прикиньте я вафик, али рулит вообще я ждал транзистора но транзисторов тут нет, короче свои контактные данные скрою, просылку открою вот так ну что, давайте посмотрим вообще к нему должны короче идти как же эти пластинки специальные халибровочные посмотрим что тут пришло а то что-то тут как-то слабенько пришло да упаковки вообще нету отродясь пластинки есть короче что тут есть короче слышал песенку такую по радио эти руки вверх маленькие девочки что-то такое целуются в общем запала а есть пластинки вот они да инструкция кстати инструкция на русском не все прикиньте на русском языке толщиномер толщиномеры тест шмест поставить тестер видишь что мы расстоим на 20 сентября затем нажмите тест базовая калибровка базовая калибровка требуется на основе есть шестичка устройства короче тут ничего интересного давайте нажмем кнопку и ну-ка батарейка хер там плавало нету тут батарейки сейчас может у меня найдется батарейка от компа а зачем от компа у меня вот есть нету мне тут нету подходящий ладно так-то он как будто поцарапанный немножко ну вот видно короче на камеру пойдем искать батарейку 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 кстати вот этот толщиномер вот 11 вот у нас 20 это конечно инструкция странноватая малость смотрите точность гарантируется прям очень температуре 230 градусов от цельсия плюс-минус 5 градусов а вот ну шаг одна десятая миллиметра одна десятка слой краски если что это как что ну это 120 то бишь перекрасы он точно покажет и так далее в общем все покажет должен все показать посмотрим по делу сейчас пойдем в магаз покупать батарейку так ну что народ купил я батарейку прибор чтобы по царапкам было видно что именно тот не какой-либо другой абсолютно новая батареечка сейчас мы посмотрим как я тут воткнуть чтобы я ничего не перепутал но тут толком не показано как но я так подозреваю что вот так да точно так да конечно качество тут хромает ой как хромает оно что еще щелкать может не просто такое хреновое качество ну что тут есть состав так так нажмите чтобы включить тестер ага тест для проверки все остальное надо фиг за чего миллиметры а что это микроны и миллиметры у нас тут есть ну давайте в микронах попробуем у нас тестовые пластинки парам 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 миллиметр десять миллиметров пятьдесят миллиметров и два миллиметра мы сейчас еще это все замерим штампель если я его дальше найду ну что два миллиметра два миллиметра это у нас это у нас где-то 2.1 по сути не знаю видно не видно на камеру как будто два но на деле 2.1 0.5 миллиметра ну 0.5 тоже не совпадает не поверить хорошо нет совпадает 0.5 это единичка вот единичка одна десятка это примерно заводская окраска а тут не единичка короче единичка вот это уже типа перекрас ну точнее не перекрас ну точнее не перекрас а повторная покраска 2.5 ну у меня он где-то 2 показывает 3 не слушайте у меня он 3 показывает 0.3 миллиметр 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 верно показывает ну что давайте тестить ну начнем короче из двух покажет ли он нам два надо нажать кнопку тест миллиметр давай короче эта кнопка клинит она реально клинит ну давай миллиметр ух ты смотрите две ровно а если эти взять почему в этих так показывает понятно давайте давайте это потестим 0.5 на единицу давайте 0.5 ну что 0.5 на единицу надо стирать что ли каждый раз Тихо не показывает. Я так и сказал, что он чуть побольше показывает. Я так и сказал, что побольше. И это 0,250, ну, 240, видите, всё замечательно. Погрешность одна сотая миллиметра. Вот, ну-ка ещё раз, ну, 26, ну, точнее, две сотых. А просто металл. Погрешность самого прибора. По нулям вышел. Давайте ещё, короче, одну десятку покажу вам. Ну, у меня тут не одна десятка была, лучше поменьше. Вот. Вот. Ну, сказал. Ну, короче, что-то непонятно. Ташика какая-то битая. Немножко барахлящая. Надо нажимать на эту кнопку, то есть это не надо. Ну, короче, вот пляшет на плюс-минус три десятки. Три десятки – это фигня. Это не 0,5. Это, скорее всего, дело в плёночке. Три десятки – это пляшет на пляшет на пляшет на пляшет на пляшет. Так. Приятного. По нулям. Так. Примерным. Три десятками. По нулям. Ну, короче, худо-бедно работает, но, конечно, в коронах ляжет. Сейчас пойдем комп измерим в миллиметрах. Ну-ка. Что, комп не видит, что ли? Комп не видит, краска очень тоненькая, видно. Не знаю почему. Скорее всего, потому что комп дает очень сильные помехи. Да, наверное, помехи какие-то сильные. Девочка опять, подп Warri Так выглядитAirft. Девочка новый идиот. сама фигу это что тут звучит есть плохо склепан короче это все херня болтается странный он короче но хотя бы так чем никак и разрешение одна десятка короче я разобрал его чтобы подправить немножко корпус и обнаружил недостатка к конструкции смотрим пролочки от катушки это не нажимаешь я так и думал они загибаются за то бишь рабочий ход и долго он так подержится и вот так думаю в принципе все ну все его собрал нормально теперь кнопку не заедает в принципе это меня радует больше всего плюс эту площадку выровнял теперь она ровная поровнее чем было намного еще в инструкции написано про звуковые сигналы но тут нет звуковых сигналов скорее всего динамик не вставлен хотя вот отверстие под него есть он просто не вставлен но возможно можно допаять но это стоит отдельных денег растрат и все дела сейчас покажу на камеру как она будет происходить как сделать калибровку зажимаем эту и включаю загорелась калибровка вот 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 так делается калибровка ну что давайте посмотрим как мы сейчас вот а берет сразу единицу а ну-ка так 250 250 240 нормально 49 тоже берет вот видите погрешность одна десятка ну то есть одна сотка как я говорил он может вот такие вещи так теперь я скажу как такой прибор купить так ну-ка на измерение где-то секунды две уходит да нормально так правильно на измерение уходит секунды две скажу как купить как рассказал мужик который говорил как выбирать именно такой прибор они есть все всякие разные есть цвет белый есть черный ну я тоже самое скажу что этот мужик короче есть белый черный но смысл такой что тут наверху не должно быть ничего написано либо написано измерение от 0 до 2 но без наименования то есть этот прибор как там называется ELM или что-то такое короче хер знает как он называется тут не должно быть названия тогда в этом приборе будет записана нормальная прошивка которая будет мерить ну у нее измерение будет шаг измерения одна сотка миллиметра в основном и такие приборы можно уже померить нормальную машину в остальном любые другие у которых тут название какое-то пишет там по-моему есть 134 или что-то такое или 134 а в общем всякие разные они они у них шаг уже там одна сотка я сказал а у них шаг уже 50 то есть 5 соток ну это ну короче это очень большая погрешность там ничего не сделать с такой погрешностью а тут вот все нормальненько корпус я разобрал все сделал все нормально и откалибровался еще важное замечание того типа который как это как сказать там который рекомендовал купить именно такой прибор который без маркировок это следующее этот прибор может работать и с другими сталями но его нужно будет откалибровать с помощью этих пластин на той самой стали в принципе все вот такой вот прикол ну и показания будут не такие верные но все таки будут давайте все таки комп поверим не видит ну скорее всего потому что это оцинковка тут в компе я так понимаю либо что еще короче хер его знает но короче он не видит но главное калибровом